Надо было думать как. Это было 18 июля. Полиция приехала ночью в 10 ночи, когда дети уже спали. Но мы провели тренировки и дети бежали. Мы их уводили окольными путями и распределили по деревне. А они тогда вахтовым методом полиция несколько суток дежурили возле лагеря. Им нужны были адреса детей, и они начали преследовать родителей, шантажировать их, чтобы они написали на меня пакости, жалобы родителей. Но ни один на это не пошел. То есть уголовное дело воздвигнуть. А так только административно. Они нашли у нас много несоответствий, потому что они нормы свои написали. По нашим нормам они нам не соответствуют. Вот они начали писать, что нашли у кастрюли, у покрышки отбитая эмаль. Ну это понятно. А можно перебить вас? Да. Мне интересно, в дальнейшем вы будете его продолжать? Или он у вас закрыт уже на постоянной основе? Лагерь закрыт, расформирован. Потому что дальше абсолютно невозможно. Но какие-то пути будете искать? Обновить? Возобновить это? Перестроить? Да, да, да. Мы сразу же на другой день приступили переходить в другой формат, как нас сказали. Мы скупили несколько домов. Да, вон так. Да. И там прописаны наши люди, дети, это приглашенные в гости. Уже никакого лагеря нету, но то же самое мы это делаем. Я занимаюсь снабжением, сбором детей, подвозом, а остальное делают другие. Я могу только, как говорится, смотреть и молиться. Ну хорошо, Игнатий Тихонович, спасибо большое за ваше маленькое интервью. Может быть, потом время будет у меня, я еще с вами свяжусь. Извините, что оторвал у вас время. Нет, нет, ничего. Я хотел спросить, вы христианин? Да, мы баптисты. Баптисты, а мы православные. Ну я понял, я по роликам понял вас, я видел, когда вы встречались на некоторых роликах с баптистами. Да, да. У меня обращение было, там тогда баптисты были соединены с пятидесятниками вместе. И там мне дали Библию. Обращение в этом заключалось, что Бог есть, и суд Божий я знал это с малых лет. Мать была глубоко верующей. А Евангелие я получил только в 1972 году. Ну ладно, до свидания, я не могу больше разговаривать. Спасибо. Да, во славу Божию. За ваше общение. Всего хорошего. Всего хорошего, с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok